Однажды мы с папой шли мимо стройки, и я заметил работающий эскаватор. Мне папа сказал, это гидравлический эскаватор. И мне стало интересно, по какому принципу он работает. А дальше пару недель кропотливого труда, картон, изолента, клеевой пистолет. И вот Семен смог не только разобраться, но и собрать свою собственную модель. В ее основе механизм с гидропроводом. А привести эксперимент в действие помог закон Паскаля. Мы взяли два шприца, маленький и большой, и трубку от медицинской системы. Заполнили их водой и соединили их между собой. Надавливая на большой шприц, мы передаем давление малому шприцу по изогнутой трубке. Трубка может быть изогнута любым способом. Главное, чтобы она не была переломлена. Гидравлика так завлекла Семена, что он и спроектировал гидравлический лабиринт. Принцип похожий. Мастерство юного физика оценила и жюри, присвоив ему первое место. Это первая победа мальчика. Ему всего семь. Впереди школьные годы, состязания нового масштаба. И пусть время на то, чтобы определиться с профессией, еще есть. Выбор уже сделан в пользу инженера-строителя. Для нас не безразлично. В общем-то, чем занят досуг ребят, какого уровня качества образования в средней школе и в среднем профессиональном образовательном учреждении. Поэтому мы активны в работе с категориями молодых, начиная от дошкольного возраста. Маленький ученый проходит уже четвертый раз. И в этом году смог выйти на региональный уровень, объединив 65 детей от 6 до 7 лет. Такие конкурсы помогают ребятам понять, с какой сферой лучше связать свое будущее. И уже с детского сада начинается непрерывная работа над развитием личности.